Всем привет, дорогие друзья! С вами Роман Рублев, это канал Дародки в Интернете. Сегодня я продолжу говорить о матричном проекте BTC Champ. Но, значит, в прошлых видео, если вы за серией видео про этот проект, я уже видел, как в нем работать, регистрироваться, и также заострял свое внимание на проблемном вопросе переводе денежных средств, в данном случае биткоинов, криптовалют, с помощью кошелька блокчейн. Потому что я знал, что с этим есть ряд проблем у ребят, особенно новичков, какие-то проблемы. Я старался доступно все объяснить. Но вот, не прошло, наверное, и суток, вот такой комментарий. Александр пишет, что блокчейн просит комиссию за перевод очень большую, да, 59700. Ну а смысл? 100 на 100 менять. Я, конечно, не знаю, что там происходит у Александра, что у него не получилось, но по первому слову просит, я, кажется, догадываюсь, в чем его проблема. Наверное, он просто невнимательно меня слушал или чего-то недопонял. Ну, я не буду наставить на стоимость, он просто крайний раз засуну на этом внимание, попробую просто разжевать, что крайнее видео, чтобы больше ни у кого вопросов не было. Ребята, будьте внимательны на такие вопросы финансовых видео, да, смотрите, спокойно вникайте, не проматывайте, может быть, в этом проблема ваша, я не знаю. Вот кошелек блокчейн, с чего я начну? Обращаю внимание, во-первых, он на русском, да, представляете, ребят, на русском все написано. Вот, открываете вопросы и ответы, есть такой отличный вопрос, на который вы можете прочитать даже здесь, сколько стоит отправить биткоин. Прочитайте просто-напросто этот абзац про комиссии, да, тут классное предложение, прочитаю вам даже вслух. Если вы хотите указать собственную комиссию, вы можете это сделать в разделе расширенные параметры отправки. То есть, уловите смысл этой фразы, вы сами можете указать комиссию отправки. То, о чем я говорил, но это пока вроде не до всех дошло. Нажимаем отправить. Здесь вводите свой адрес, ну, вроде все поняли. Вводим сумму, к примеру, на покупку первого уровня. 50 тысяч сатош, либо 51 цент. Загорелась голубая кнопка яркая. Следующий шаг. Я не знаю, крикнуть или нет. Не надо нажимать следующий шаг. Вот оно, левее расширенные параметры отправки. Нажмите сюда. И вот написано, видите, 27 119. Это, говорю словами Александра. А где он тут? Это просит кошелек блокчейн такую комиссию. Гигантскую. 27 тысяч из 50. Но я же говорил, что я не спешу. То есть, это будет быстрый перевод за 20 минут. Я не спешу. Я вот так вот делаю. Я ввожу свою комиссию. Вот теперь я нажимаю кнопочку. Следующий шаг. Я ввожу тысячу сатош. Тысячу сатош. Мне приходит такое окошко появляется. Такое таблище. Что я указал низкую комиссию. Мол, я очень хитрый парень. И мне пишут. Опять же, ребята, по-русски. Да, то есть, ну, как бы. Мы настоятельно рекомендуем установить комиссию не менее 24 50000. То есть, большую. И вот она, яркая кнопка. Если я ее тупо сейчас нажму. То я отправлю 50 тысяч сатош. И меня еще возьмут сверху комиссию. Вот, большую, 24. Чтобы этого не сделать. Очень все просто. Нажимайте. Тоже на русский написано. Представляете. Продолжить с текущей комиссией. И в правом углу у вас появится фраза. Биткоины отправлены. Ну, или там операция проведена. Что-то такое зелененькое. Все. Но. Я знаю. Могут быть встречные вопросы. У меня уже были такие комментарии. Но адекватные. Что тысячи мало бывает. Если вы переводите, например, не 50 тысяч сатош. А там 100, 200. Тогда появляется красным. Что все равно они прокатывают. И это не проблема. Тогда вы нажимаете третью кнопочку. То есть, ну тут вы не заблудитесь. Их всего три. То есть, остается одна. Вернуться. Нажимаете. И добиваете. И говорите, что мы как бы славяне. Мы не уйдем. Не сэкономив. Мы пишем полторы тысячи. То есть, игра в поле чудес. Приз или деньги. И снова нажимаем. Он опять говорит, что маленькая комиссия. Мы нажимаем продолжить. Все равно. Если выходит красная фраза. Значит, его не устроило. Возвращаемся. Вводим уже две тысячи. И так торгуемся. И рано или поздно. Он, как говорится, схавает. И появится здесь зеленая фраза. Что биткоины отправлены. Все. На этом все. Больше я не знаю, что говорить. Покажу просто крайний раз. На своем примере. На своем примере. Где тут мои все мартовские свежие. Да, это получено. Получено, отправлено. Вот. Вот. Что далеко ходить, ребята. Что далеко ходить. Вот. Я купил второй уровень. Сегодня. 23 марта. Смотрите. Напоминаю. Второй уровень. Сколько стоит у нас? 90 тысяч. Сатоши. 0, 0, 0, 9. 3, 0, 9. Смотрим. В цифры. 3, 0, 9. Я заплатил не 90 тысяч. 91 тысяч. Даже здесь тысячу он схавал. Тысячу он схавал. Доказательство. Простое. Очень простое. Я вхожу в личный кабинет. И смотрите, ребята. Я уже второго уровня. Все прокатило. Вот еще написано. Сколько я отправил денежек? 140 тысяч. 92 уровень и первый 50. 140. То есть все. Все у меня проходит. Я не использую каких-то программ. Я не знаю. Я не молюсь. Свечки не ставлю. Все есть. Все есть. Получает. Все проходит. Все получается. И крайний момент. На моем же канале. Плейлист. Переводы и выводы денег. Обменники. Открывайте. И тут такое видео. Ваше. Перевод с кошелька блокчейн с минимальной комиссией. 6 минут всего. Посмотрите. И все у вас получится. Надеюсь, ребята, что это вам сейчас поможет. Если это вам уже не поможет и у вас будут действительно какие-то другие проблемы, когда вы все прочитаете, послушаете, добавляйтесь в скайп-чат Роман Рублевый и напишите мне. Мне уже просто даже самому интересно. Что-то может не получаться. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Оставляйте свои комментарии. Александр, мне будет интересно, как вы отпишетесь, получилось ли у вас все-таки или нет. Даже ради уже, как говорится, прикола. Надеюсь, я вам помог. Ну и, как всегда, всего вам хорошего и хороших заработков. Пока, ребята. Продолжение следует.